Шалом, дорогие друзья! Мессианская община Шавей Цион, студия Оазис Медиа, и мы находимся в недельной главе «бемидбар» или «числа». «Числа», потому что исчислили, так сказано в русском переводе. В иврите сказано «видоберадуна аль-моше бемидбар». Господь Бог стал говорить с Моисеем в Синайской пустыне, в пустыне «мидбар» с иврита – это пустыня, и так названа недельная глава. И чтобы сделать такой пшат, разбор этой главы, который я сделаю очень-очень быстро. Здесь мы видим, что Господь говорит Моше «исчисли сынов израилевых, все двенадцать с колен». Потом Он говорит «выстро их правильными строями», чтобы они стояли правильно в пустыне, как бы такой боевой порядок. Мы позднее про эту тему поговорим немножко больше. И Господь Бог говорит «вот задачи, которые на вас возлагаются». И, ну, вы знаете, глава «числа», все читали ее, и многие, вот когда читают эту главу, то у них есть такое впечатление, перечисление имен, там какие-то знамена, какие-то бытовые, как бы, вещи. На самом-то деле, эта глава очень пророческая. Скажу даже более сего, она очень глубокая, и она, скажем так, говорит о Машиахе. Каким образом, от перечисления сынов израилевых, здесь Иуда ничем не выделяется, мы знаем, что Ешуа, сын Давида из колена Иуды, Машиах Исраэль. Здесь он как бы ничем не выделяется. Как мы вообще к этому теме пришли и чего? Но вот здесь как раз-то и мы разберем. И я посвящу этой главе, скажем так, 3-4 маленьких урока. И первая часть, во-первых, немножко предыстории. Первый урок – предыстория. Во-первых, народ израильский сложился народом не в книге «Бытия», а в книге «Шемот», «Исход». В книге «Бытия» там больше говорится о семье Авраама. Но в книге «Шемот», когда народ разросся в Египте и стал уже реально народом и вышел из Египта как народ, книга «Шемот», Господь Бог уже общается не с семьей Авраама, там «Мои друзья, подойдите ко мне». Тут 12 с колен, тысячи, десятки, сотни тысяч людей, народ. Господь Бог дает Тору. И прошлая книга, которая была в недельных чтениях, книга «Левит» или «Воикра» на иврите, она охватывает примерно период в несколько месяцев, больше говорит к сынам Аарона, как построить Скинию, и как управлять этой Скинией, какие жертвы приносить. Мы помним там такая вещь странная, как «Чуждый огонь», когда два старших сына Аарона умерли. Что это было, очень непонятно. То ли они хотели, смерти своей искали, чтобы освятиться перед Господом Богом. Иногда такой текст может как бы даже проявиться, когда мы читаем «приближающийся ко мне освящусь». То есть они хотели соединиться с Господом, ни другое мнение. Они своим поступком хотели вызвать мессианский ответ, но по-любому там тема больше связана с сынами Аарона и как это священство, это кигуна Аарона управляется. Книга «Числа», в отличие от книги «Левит», охватывающей период в несколько месяцев, охватывает период в 40 лет. И знаете, книга «Числа» или «Бамидбар» на иврите, это на самом деле история большого разочарования, история пустыни. И мы знаем, что здесь вот после всех этих определенных манипуляций с народом, постройтесь, перечислите, исчислите себя, чтобы составить какие-то стройные ряды. Народу предписывалось войти в обитованную землю, но там по дороге вспыхивает восстание Короха, там проблема с этими соглядатами, потом пинха с моавитянки. То есть очень много проблем скрывает книга «Чисел». И на самом деле, как бы такой вопрос, почему оно так вот нам передано? Вся эта проблематичность почти депрессивная, потому что, если мы читаем такую вещь, и все ужасно плохо, что таковы не народ. Постоянно какие-то революции против своего Господа, Творца-Свободителя выстраивают, против Моисея, который служит посредником, против милого Аарона, который добрый человек, который брату пришел послужить старшему, сломал свою гордость и пошел послужить старшему брату. И вот против них все вот эти вот нюансы. Зачем это нужно поднимать? Знаете, самое простое пояснение, на ошибках учимся. И я верю, что Руаха Кодыш, Святой Дух, хотел представить нам вот эти вот полные разочарования вещи, чтобы мы могли посмотреть и попытаться на ошибках тех древних научиться, как вести себя правильно и как поступать правильно. Еще одна мысль вдогонку. Бамидбар, пустыня. По сути, книга чисел описывает 40-летние блуждания в пустыне. Если мы обратимся к истории еврейского народа и примерно, точно, наверное, сложно сказать, прикинем, сколько еврейский народ реально был в своей обетованной земле, а еврейский народ существует примерно 3,5 тысячи лет, вот как раз тех дней схода из Египта, если мы посчитаем там сколько-то времени после вхождения Ишуа Беннуна, потом после Вавилонского пленения, потом в период второго храма, прикинем все эти года, даже учтем те 60-70 лет модерного, нового существования Израиля, мы придем к цифре, примерно 1300 лет. 1300 лет, 1250 лет, это та сумма, столько лет, израильский народ живет в обетованной земле, а из 3,5 тысяч лет существования, если вычесть эти 1200-1300, то мы получаем 200-250 лет пустыни, то есть галута, изгнание, непонятно где народ был, галут, по сути пустыня, пустыня, место поиска, но вы знаете, очень интересно, что слово пустыня, Мидбар на иврите, составляющим, корнем этого слова является давар, лидабер, или говорить, очень ассоциируется со словами, и слово стало плотью, давар, небосар, то есть, Господь говорит к нам, когда мы находимся в стесненных обстоятельствах, и как говорится, не дай Бог, и не хотим, но Иаков учит, не чуждайтесь испытаний, которых вы проходите, потому что пустыня обычно делает человека открытым к тому, чтобы Господь Бог проговаривал к нему, человек становится открытым в таком состоянии, вы знаете, в парафразу, можно прочитать интересный текст, который Павел говорит, иносказательно он говорит тоже про пустыню, и он пишет в 8 главе послания к римлянам, такие слова, что творение покорилось суете недобровольно, я как бы интерпретирую сразу эти слова, и само творение покорено в тление, в рабство, и ожидает откровения детей Божьих, то есть, по сути, все сущее на земле проходит через некую пустыню, и каждый из нас в том числе, и написано, 22 стих, и мы знаем, что все творение совокупно стинается и мучается до ныне, и не только она, но и мы, даже верующие люди, которые как бы не в пустыне, но как бы и в пустыне, и мы имеем в себе начаток духа, мы в себе стинаем, ожидая искупления тела нашего, когда полнота, когда обитованная земля с приходом Ешуа Машеха, восстановление царства Божьей, воли его установится на этой земле, то есть, все творение, по сути, находится в определенной пустыне, и смотрит на верующих людей в надежде, что, может быть, верующим людям от Духа Божьего будет дано хоть какое-то назидание, наставление. Это побуждает нас смотреть не только сострадальчески на самих себя, но в первую очередь посмотреть на страдание мира, пустоту, сухость, и в себе найти радость, силу, чтобы этому миру сказать слова, от слова «мидабер», «мидбар», в пустыне находящемся, дать слова утешения. Тот же Рав Шауль, апостол Павел, говорит такие слова в послании филиппийцам, он говорит «радуйтесь, всегда в Господе, еще говорю радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве все с благодарением говорите Богу, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши». Итак, книга чисел, книга разочарований, пустыни, но также книга опций. Это про нас. Мы идем, и когда мы проходим сложные обстоятельства, как сказал один человек, сложные обстоятельства – это всегда опции взыскать Господа Бога, и получить от Него утешение, наставление и помощь, чтобы начать сначала обновиться в силе. Но всегда делать это нам, верующим, полагается, не только смотря на самих себя, но видя нужду вокруг, чтобы подавать им помощь, потому что в этом призвание всех верующих. Окей, это вот такой вот маленький первый урок, что числа или Бамидбар говорит о пустыне, не только о той вот пшат пустыне, в которой народ Израиля оказался, а что каждый из нас проходит через определенные пустыни. Второй урок я хочу посвятить некоторой практической идее. И вот о чем здесь говорится. Три очень важных момента. Господь говорит в числах в первой главе «Сосчитай, пересчитай всех». Вторая глава говорит «И пусть выстроится в определенном порядке со знаменами». То есть, первое, пункт один – исчисление, второй назовем знамена, а третий – пусть посреди находятся этого конгломерата, левиты, соскини и собрания. То есть, третий пункт – духовность. Попробую разобрать все эти три. Во-первых, по построению. Книга чисел или Бамидбар, вторая глава, начинает вот это перечисление. Впереди на восточной стороне должно сопровождаться, размещаться войско Иуды. И вместе с ним должны быть другие колена. Колена Зевулона и колена Исахара. Дальше написано «Должны стоять Эфраим с Минашей и Бениамином Рувен, с Шимоном и Гадом, лагерь Дана, Ашера и Нафтали». На самом деле, расположение всех этих лагерей легче всего понять, если я вам примерно опишу карту Израиля, которая очень простая, она очень отличается от карты Российской Федерации, Китая, в Великой Европе или Великой Америке. Почему? Потому что она очень маленькая. И даже школьник легко ее может в голове представить. Это будет полезно для нашего дальнейшего рассуждения. Итак, если вот вы сегодня представляете Израиль, это что-то вот такое. Юг Израиля – это Иуда. То есть на юге стоял Иуда вместе с Иссахаром и Звулоном. Хоть территориально Звулон и Иссахар в других местах расположены, но именно Иуда возглавлял этот лагерь, и он располагается на юге Израиля. Сверху располагается Эфраим, и с ним Минашей и Бениамин, вот в этом вот исчислении книги «Дворим», вторая глава, справа, понятно, вы спросите, с какой стороны справа смотреть. Скажем так, возле моря находится Дан, и Дан находится с Ашаром и Нафтали, и слева в сторону Иордании, там находится Рувен, Шимон и Гат. Почему и как это попроще запомнить? Иудея – это вот юг Израиля, территория там, где находится Тель-Авив, и вся эта территория ближе к Средиземному морю, она называется, вы говорите, Гуш-Дан, то есть земли Дана, или часть земель Дана. Сверху находится Эфраим, а туда ближе к территории Иордании – Рувен. Откуда мы знаем это? Ну, вот так вот здесь написано, но знаем, что когда земли потом, позднее, Господь Бог дал по жребию народу Израилеву, точнее, Мушейм сказал так разделиться, и они кидали жребий, то Рувен, ну, как раз выпали те, помните, Рувен и Минаж, они выбрали те вон иорданские просторы, и сказали, вот мы хотим и по этой части Иордана быть, и по другую часть Иордана. Короче говоря, в пустыне были такого плана расположения. Снизу – стан Иуды, сверху – стан Эфраима, справа в сторону Иордании – стан Рувема, и слева, в сторону Средиземного моря – стан Дана. И каждому из этих станов еще по два колена, то есть совокупно 3-3-3-3-3, то есть 12 с колен, и они все окружали, внутри находилось колено Левия, прямо там внутри они находились, и внутри Левитов там стояло скинея собрания, которую Левиты окружали, и они ей служили. Вот картина построения. Очень интересно. Исчисли всех, пункт один. Второе. Выставь знамена. Мы знаем, что каждому знамени, каждому племени соответствовало определенное знамя. Знамя, оно символизирует какую-то идею, какое-то откровение. И точно никто толком не знает, что было на тех знаменах. Но мы знаем, что в определенное время каждое колено, то ли через Иакова, то ли как-то по-другому, получили пророческие слова, что каждое колено соответствует тому или другому сочетанию, может быть, символу. Также каждому колену соответствует камень в нагруднике, который носил великий Коген. То есть 12 камней. То есть каждое колено имеет даже цвет какой-то особенный. По сути, знамя в данном случае, мы не знаем, какие там были эти знамена, но оно символизирует некоторый талант, или призвание, или наполнение, или духовность того или другого племени. Ну и это второй пункт. И третий, вот как бы внутри там находилось племя Левия с Кинией, вот в этом внутреннем круге была сосредоточена та самая основная духовность израильского народа. И Господь Бог сказал, если вот вы соблюдете вот эту вот конструкцию, то вам будет очень хорошо, вы будете успешны, и вы сможете преуспевать. Знаете, я хотел дать некую практическую интерпретацию вот этим вот трем уровням. Исчисли, знамена и духовность. Исчисли. Новый Завет очень четко советует нам, что перед тем, как мы хотим чего-то сделать, вместо того, чтобы быть слишком оптимистичны или слишком пессимистичны, нам нужно взять просто лист бумагой, открыть интернет, позвонить кому надо, сосчитать свои силы. Ишуа говорит такую притчу очень простую, не притчу по сути, а наставление, хочешь построить дом или башню, сделай четкий подсчет, чтобы не остановиться посреди работы, чтобы тебя потом не высмеяли. С другой стороны, вторым и очень важным является вот этот уровень знамен. Что знамена в аллегориях Нового Завета могут значить для нас? Знаете, знамена, это так называемые наши дары или таланты. Каждый из нас, когда делает любое мероприятие, или практическое, или духовное, может дом хочет построить, может бизнес начать, может хочет послужить и сделать какой-то проект для людей, может быть семьей чего-то задумал, может сам на личном уровне чего-то задумал. Человек ориентируется не только на счет, на сухую бумагу, цифры, какие-то шекели, доллары, рубли, фунты, стерлинги. Он еще оперируется, а что душе будет моей хорошо, а к чему я стремлюсь. И человек, который является писателем, нехорошо ему вкладываться в строительный бизнес, потому что он в этом ничего не понимает. И наоборот. Но мы двигаемся своими дарами. Если ты музыкант, то теки в том направлении, там, что ближе к тебе. Тогда и работой занимаешься какой-то, и еще душевное удовлетворение получаешь от всего. Дары наши. Наша духовность, наша способность услышать Господа Бога, или креативно раскрыться. Все эти вещи очень важны в нашей жизни. Креативно раскрыться, реализовать свой духовный дар. Многие на эту тему много учений слышат, наставлений получают. Это важнейший момент и важнейший вопрос нашей жизни. Но очень часто люди путают между даром, знаменем, знамением, которое есть внутри меня и настоящей духовностью. И свою пророческую способность превозносят до небес. Хотя она не такая важная. И Писание очень часто говорят, пророчествуешь ли? Пророчествуя по мере веры своей. Или все мы отчасти пророчествуем, отчасти понимаем Священное Писание, отчасти понимаем все, что в мире происходит. Это должно нас немножко останавливать, потому что некоторые люди становятся рабами своих даров, думая, что дары это самое главное. Самое главное в том вот исчислении, которое я привел после исчисления знамен, является внутренний круг и мы называем его духовностью. Там, где левиты, там, где скиния собрания. Про что здесь намек есть? Духовность. Настоящее то. Часто верующие, когда слышат слово более духовный, более духовный, на английском mature, то есть такой матерый, крутой, очень часто ассоциируется со словами, вау, да, я уже познал глубины. Мне на самом деле Писание больше ассоциируется с этой духовностью. Это когда Яков говорит настоящее благочестие, я переведу это словом духовность, это когда он может помогать нищим и вдовам. Или, как в послании к евреям в шестой главе написано, оставив начатки учения Христова или учения Машеха, поспешим к совершенству. И слово совершенство, там аналогия, слово наивный. Ешуа говорит, хотите быть действительно близкими ко мне, будьте просты, как дети. То есть, настоящая духовность, это когда, да, мы с страхом Господнем смотрим в небеса, чувствуем любовь Отца и располагаемся к нуждам людей, чтобы покрывать их. Тогда любое дело, которое мы не захотим делать, предпримет успешное направление. Повторюсь, сосчитайте свои силы, руководствуйтесь на свои дары, но главное, посвятите той истинной духовности, цели, чтобы ходить в страхе Господнем и помогать самым бедным людям. Тогда благословение, тогда сила, тогда Божье спаспешество будут сопровождать вашу жизнь. Урок третий и последний из Пороша Чавуа недельного чтения Бамидбар числа. Опять вернемся к этому расположению. Пустыня, Мидбар, место хождения, стан Израилев, четыре группы по три колена, сверху, снизу, справа, слева, посреди левиты. И левии, слово левии, оно в иврите имеет несколько значений, и одно из этих значений это сопровождающий. То есть, левиты были призваны, помазаны, чтобы, когда народ Израилев находится в пустыне, чтобы сопровождать народ, вести его в правильном направлении. В послании Галатам на эту тему говорится, что левиты, или, помните, был там посредник до времени, то есть, свое посредник, а потом, когда пришла полнота времени, то где-то водитель, то есть, отошел в сторону, и уже мы взрослые, и вот у нас совершенно другое время, у нас другое откровение, не значит, что старое ушло, идея другая. Левий, там, в пустыне, исполнял роль направляющего. Когда колено, 40 лет спустя, я как бы забегаю вперед, но на этой ноте я хочу закончить этот урок, зашли уже в обитованную землю, все колено выстрелились таким же самым образом. То есть, Иуда снизу, сверху, Эфраем, возле Средиземного моря, Дан, в сторону Иордании, Рувим, по два колена, там, разбросанные, но внутри оказался не Левий. Левий, в отличие от пустыни, в Эрец, Амуфтахат, был рассеян в среде стальных колен. Левиты получили себе города в среде всех колен, чтобы у них была позиция учителей, чтобы только на праздники, они там, или на свои череды, точнее, приходили в Иерусалим, проводили богослужения, служили в храме, и так прочее, прочее, но все сконцентрировалось вокруг Бениамина. Бениамин. Кто он такой еще вообще? Бениамин. Вы знаете, что отличает Бениамина от остальных братьев, своих братьев по папе Якову? Бениамин был единственной Сабра в семье. Сабра – это такое никнейм, кличка людей, рожденных в Израиле. То есть, допустим, если мои дети родились в Израиле, они Сабры. Сабра с иврита – это кактус или рот кактуса, руками лучше не трогать, поколешься, а внутри очень драгоценный, ценный сосуд. Бениамин, Сабра, который родился в Израиле, он был примерно такой же. Все остальные братья, они родились там, где Яков поженил с своими женами, там, в городах или в селениях Хлавана, вы помните, он пришел сюда, и его брат, его сын Бениамин уже рождается здесь, и его мама Рахель сразу же умирает в природах, то есть, там была такая целая сцена, драма. Наверное, что-то не хватило в генетике Бениамина, но его потомки как бы были лишены вот этой вот любви Рахеля, вот чего-то такого. И мы видим, что это колено стало большой проблемой в Израиле. Как мы читаем? Мы читаем одну историю, помните, там, как в колене Бениамина изнасиловали наложницу одного израильтянина, и он в шоке, в шоке взял ее труп и разрезал его на куски, отправил в разные 12 колен, и они пришли, и там почти уничтожили все мужское население колено Бениаминова. Колено Бениаминова было определенной проблемой, но с другой стороны, было что-то загадочное внутри этого колена, которое оказалось в окружении всего стана Израилева. Кстати, в земле Бениамина и находился потом ковчег, то есть не где-то, там, в земле Бениамина, Иерушалаем, и все такое. Но есть такое мнение, что Бениамин, кому он склоняется, кому он приближается душой своей, он как бы дает какую-то оживительную силу тому колену. Интересная история. Мы читаем эту историю в третьей книге царств, в 11 главе, с 27 стиха, но ей этой истории предшествовала другая ситуация. Мы помним, первый царь был Саул, он был, кстати, из колена Бениамина, проблематичная личность, очень сильная, мощная личность, из колена Сабры он стал руководителем Израиля, но потом он нарушил какие-то законы, и Господь его смещает, Давид восстает, сильное царство, но потом приходит Соломон, царство еще более сильное, славное царство, но что-то случается с Соломоном в конце его жизни, он грешит, идолы и прочее, прочее, и Господь говорит, за то, что ты не соблюл, не выдержал, идти как сердце моего царя, моего, моего любимого царя Давида, я от тебя торгну колено, только одно оставлю тебе, и вот в третьей книге царств история, один из приближенных к Соломону людей Иераваам, шел по делам, Соломон его сам выделил, дал ему много полномочий, этот человек делал его поручение, и встречается ему Ахия сила млянин, и на Ахии написано 29 стих, 3 глава царства, 11 глава, новая одежда, он берет эту одежду, разрывает ее на 12 частей, и говорит Иеравааму, возьми себе 10 частей, и так говорит Господь, 10 колен Израилевых пойдут за тобою, а одну я оставлю Давиду ради Давида, то есть Иуде, ради Давида и ради Иерусалима, но 10 плюс 1 это 11, а где 12 это в конце концов, где 12 колено, то есть по сути здесь образно пророк говорит 10 колен и 1 колено, а Беньямин 12, пусть выберет кому он пойдет, и мы видим странный выбор Беньямина, вообще-то он, Беньямин, колено Беньямин должно было воевать с Иудой, потому что помните, был постоянный расприя между домом Саула, который принадлежит колену Беньямина, и домом Давида, который принадлежит колену Иуды, но здесь Беньямин делает выбор, соединяется с Иудой, и по прошествию некоторого количества лет, те 10 колен уводятся ассирийским царем в рабство до сегодняшнего дня, а Иудея соединяется с Беньямином, и Иудеи, евреи сегодня, Иудеи, это вот потомки вот их. Понятно, мы комбинация всех 12 колен, потому что было определенное смешение, здесь были представители других колен, и очень сложно понять, кто есть кто, но именно в этой комбинации, с кем пошел Беньямин, будущее оказалось на его стороне, и вот сегодня возрожденное государство Израиль, и большинство его потомков считают себя потомками Иуды, Беньямина, может быть, Левия, ну и остальных, не важно. Я хочу вам подчеркнуть другую идею, я хочу вам показать что-то, имя Беньямин, севрита обозначает правая рука, или сын правой руки, Бен-Ямин, или десница, в русской Библии очень часто используется слово десница моя, если вы забьете это слово в симфонию, и увидите, что связано с десницей Господа Бога, то чаще всего это выражение десница моя пошла и наказала народа, десница моя совершила суд, десница моя творит правду, десница моя, это действенная сила Творца, или по сути это имидж, это представитель Машиах, Машиах, который есть сын Господа сидящий по правую руку отца, который есть тот, который производит суды, Бог говорит и суды мои отдал я сыну своему, так в Новом Завете написано, отец не судит никого, но весь суд передал мне, то есть по сути Бен-Ямин это прообраз Ешуа, теперь послушайте, пока народ Израиля находится в пустыне, пока ищут свой путь, Левий или сопровождающий Севрита помогает и направляет, но когда приходит в обетованную землю, вот пророчество о замещении, о перемене священства, то о чем Новый Завет говорит, когда восстает другой священник, других пропорций, других позиций, не который сопровождает, а который уже, как в Галатах написано, как сын в доме, который позволяет воевать, как Бен-Ямин, как сын правой руки, и что это нам дает сегодня? Слава Богу, сегодня Израиль Бек собрался назад, в свою обетованную землю, и как важно вот сейчас воцарение этого сына правой руки, обновление его царства, царства Ишуа, про которого говорит весь Новый Завет, это все просто сделает Израиль просто той благословенной ударной единицей Господа Бога, разумеется, в соединении со всеми теми народами, которые через Ишуа стали вместе с Израилем одним большим Божьим народом, чтобы включить вот эти функции, той самой любимой темы, про которую я так часто люблю говорить, исправление мира, чтобы завершить, чтобы сделать это глобальное изменение. О чем это мы? А мы все читаем книгу числа построения, знамена, кто-то посередине, в нашем случае посередине находится Ишуа. Смотрим на него, уповаем на него, живем своей жизнью, делаем доброе, нормальное, не выделяясь каким-то фанатизмом, живем, просто живем, устанавливая таким образом почву, для того, чтобы вся вот эта вот система паззелей, эта картина сложилась воедино и запустила вещи, которые прольют на этот мир, дождь Божьей милости, как написано у пророка, земля наполнится познанием Божьей славы. Мы всего этого очень ожидаем, желаем увидеть, желаем увидеть уже в наших жизнях, в наши дни, в наших домах. Желаю всем благословения и потом в будущем продолжим изучать следующие уроки. А сегодня мы были в в пустыне. Пусть Господь благословит вас и даст вам много надежды, если вы находитесь в своих пустынях и ищите выхода. Шалом вам из Сиона. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-defis-media.tv www.oasis-defis-media.tv www.oasis-defis-media.tv